как надо начинать кладку стен из смарт блока прочность надежность и теперь мы приступаем к самому главному приемку первого ряда по узбекски вы выучил слова тень начинаем друзья всем привет прежде чем вы приступите к просмотру данного видеоролика я хотел бы немножко рассказать о той ситуации которая происходит в связи с последними событиями в нашей компании значит компания у нас продолжает работать все прорабы слава богу никого не мобилизировали все продолжают работать на своих объектах все наши сотрудники продолжают работу кто-то перешел на удаленный режим кто-то как-то еще но в целом все продолжают работать один человек к сожалению у нас не выдержал нервного напряжения мы с ним пришлось расстаться вот но в целом наша компания продолжает существовать по финансам сейчас все у нас хорошо то есть никаких отрицательных кассовых разрывов у нас нет все обязательства которые были перед клиентами вы мы выполняем и продолжим их выполнять в полном объеме договоров у нас сейчас в работе достаточно много также есть в разработке новые договора так что в целом ситуация конечно напряженные но работа продолжается жить продолжается те кто принял решение оставаться и жить в нашей стране продолжают планировать свою жизнь продолжают как-то инвестировать строить себе дома для себя для своей семьи и так далее поэтому сейчас на самом деле кто планировал заключать договор на строительство или кто планировал проектировать дом и начать строительство например следующем году как раз для этого самое время потому что в целом сейчас продолжают работать ипотечные программы с государственной поддержки в том числе вот достаточно низкие сейчас ипотечные ставки и проектный отдел сейчас в принципе не сильно загружен то есть проекты мы сейчас мы сможем выполнять достаточно быстро также сообщу о том что мы приступили к строительству дома на выставке open village 2023 2024 года этот дом будет строиться под заказчика это next 125 из смарт блока и несмотря ни на что мы продолжаем развиваться сейчас мы разрабатываем линейку новых проектов проект мульти дом мульти дом это новая линейка наших проектов которая удовлетворит потребности практически каждой семьи это дома абсолютно разные площади с гаражом без гаража с плоской кровлей со скатной кровли одноэтажные двухэтажные то есть каждый заказчик сможет подобрать из этой линейки дом который наиболее подходит его семье ну и таким образом сэкономить время и денежные средства на проектирование своего дома в скором времени появится сайт посвященный данным домам и вы сможете ознакомиться со всей информацией и со всеми проектами которые мы предлагаем а для того чтобы ничего не пропустить обязательно подпишитесь на наш youtube канал на наш телеграм-канал ссылки будут в описании а сейчас приятного просмотра ребята всем привет сегодня мы находимся в коттеджном поселке лосиный парк 2 это деревня оболдина и здесь мы начинаем кладку стен из смарт блока в предыдущей серии вы могли посмотреть как мы заливаем фундамент ссылка будет вот здесь или здесь а сегодня мы расскажем как надо начинать кладку стен из смарт блока и сегодня мы совместим на самом деле приятное с полезным дело в том что прораб который занимается этим объектом он успешно свалил в отпуск и сегодня я лично буду принимать первый ряд у бригады как они его сделали и подробно об этом сейчас все расскажем и покажем для этого мы воспользуемся лазерной рулеткой и ротационным лазерным нивелиром начинаем итак ребят стены этого дома будут выполнены из смарт блока это наш новый материал который мы начали использовать в этом году что из себя представляет смарт блок смарт блок представляет себя блок толщиной 20 сантиметров высотой 20 сантиметров и длиной 39 сантиметров он себя представляет фактически несъемную опалубку для бетонной монолитной стены из этих блоков складывается стена армируется и заливается бетоном на выходе мы получаем монолитную железобетонную стену толщиной 20 сантиметров которую потом мы должны утеплить необходимым нам слоем утеплителя толщина этого слоя зависит от тех параметров которые мы хотим добиться от нашего дома в первую очередь это параметр энергоэффективности то есть какой у нас будет источник энергоснабжения то есть теплоснабжение то есть это будет газ или электричество там тепловой насос газгольдер и так далее то есть чем у нас дороже наш энергоноситель тем больше слой утеплителя мы можем применить для тех домов которые будут отапливаться газом в принципе достаточно 120 150 миллиметров дальше если у нас например отопление электроэнергии то мы можем применить утеплитель вплоть до 300 миллиметров толщиной то есть мы сами выбираем необходимые нам параметры стены по энергоэффективности в комментариях к прошлым роликам многие спрашивают почему вы называете этот блок смарт-блок что в нем такого умного в чем он собственно такой вот гениальный совершенный так далее сам блок представляет себя просто несъемную опалубку из бетона но сама технология возведение стены уже отличается от классических наших стен из штучных материалов сейчас порядка 90 процентов домов то может быть 80 процентов строится из газа бетона какая-то часть там из теплой керамики какая какая-то из кирпича и так далее но это все штучные материалы и стены из них необходимо делать достаточно толстыми если это газобетон то мы предполагаем что стена под утепление должна быть минимум 300 миллиметров толщиной стена без утепления там 375 400 некоторые даже делают 500 миллиметров если стена из теплой керамики то также если стена без утепления то это 440 510 кто-то делает 380 миллиметров в любом случае стены достаточно получаются толстые при этом не очень они энергоэффективные на самом деле потому что огромное количество мостов холода через арма пояса через перемычки так далее данная технология предполагает то что мы будем использовать здание двухслойную стену то есть это прочная надежная стена небольшой толщины и необходимый нам слой утепления которые устанавливаются снаружи таким образом стена выполненная по этой технологии будет гораздо лучше чем однослойная стена по другим технологиям сама стена сама конструкция стены будет очень энергоэффективной за счет того что мы можем установить тот слой утеплителя который нам необходим мы не ограничены параметрами конкретного материала и конкретной его толщины кроме того за счет того что блок у нас тонкий несущая стена тонкая мы получаем больше пространства внутри дома вот смотрите вот сейчас мы залили в монолитную плиту она у нас уже есть она стоит какое-то количество денег монолитная плита обычно рассчитываются по квадратным метрам соответственно здесь если вы обратите внимание пойдем покажу вот обратите внимание вот у нас фундамент и на нем стоит наша стена толщиной 20 сантиметров а все утепление будет выполняться снаружи то есть сама площадь стен площадь контакта стен с фундаментом она у нас небольшая если бы у нас стена была 380 миллиметров то она была бы вот такая вот то есть она бы отняла у нас еще дополнительное место внутри дома и поэтому за счет вот экономии только на толщине для этого дома мы получаем дополнительно от 5 до 10 квадратных метров площади а как вы знаете площадь дома коробки сейчас стоит порядка там 60 тысяч за квадратный метр и 5 квадратных метров это 300 тысяч 10 квадратных метров это 600 тысяч экономия только за счет применения данного материала но не говоря уже об остальных преимуществах такие как прочность надежность помимо этого стена из данного материала абсолютно точно никогда не треснет то есть неважно что произойдет у нас фундаментом подмоет его там деформируется не деформируется точнее попытается деформироваться данная стена будет работать совместно с фундаментом и даже если подкопать яму под этот фундамент стена не треснет потому что она монолитная она работает она очень жестко она работает совместно с фундаментом в отличие от стен из штучных материалов которые просто рассыпятся и сразу треснут потому что у них нет никакой внутренней жесткости то есть она есть но она очень минимальная вот собственно поэтому мы назвали этот блок smart блок потому что технология строительства из него она гораздо более правильная чем строительство из других штучных материалов и теперь мы приступаем к самому главному приемку первого ряда у бригады первого ряда наших smart блоков итак первый ряд также как в доме из газобетона это самый важный ряд от его правильности укладки зависит собственно ровность дальнейшего здания то есть нам нужно проверить габаритные размеры высоты углы то есть все это мы сейчас будем проверять я подробно про это сейчас расскажу итак первое с чем мы начнем это с изучения проекта то есть нам надо ознакомиться с проектом посмотреть как у нас расположены стены посмотреть габаритные размеры и собственно начинаем их проверку для проверки мы воспользуемся лазерной рулеткой и специальным отражателем красного цвета также конечно желательно использовать красные очки потому что у нас сейчас яркое солнце и увидеть метку от лазерной рулетки будет достаточно сложно но я думаю что мы с этой задачей сейчас справимся сейчас мы возьмем помощника бригадир на объекте зовут его ильдар сейчас он нам поможет произвести все проверки так смотрите размер 10 642 по проекту должен должен быть 10 630 принципе 12 миллиметров погрешность в целом это ничего страшного то есть мы показываем как есть то есть отклонение есть но они незначительные просто лазерная рулетка она более точная чем обычная геодезическая рулетка поэтому отклонения могут быть здесь получается у нас 12 миллиметров на всем размере это небольшая величина пойдем теперь с той стороны я чуть-чуть вот туда внутрь нет чуть-чуть назад вот тогда так здесь показывает 10 636 сейчас еще несколько раз сделаем замер правильно замер делать три раза 10 634 то есть здесь отклонение у нас получились буквально в пределах 5-6 миллиметров то есть это хороший показатель значит вот эти мы стены проверили дальше будем проверять вот эти вот стены то есть проверяем сначала основные габариты здания так 9 638 нужный размер нам 9 636 сейчас еще раз проверим до 9 630 все правильно и еще второй размер по мере так 9 635 должен быть размер 9 630 нормально приемлемо и дальше еще сейчас там померяем 8 930 это правильный размер который нам нужен и так мы померили основные габариты они в пределах допусков конечно не идеально ровно но они в пределах допуска то есть на четверочку значит дальше мы проверим диагонали но проблема заключается в том что видите здесь ребята поставили на фундамент поддона с блоками и рулеткой проверить не получается поэтому мы обратимся к нашему дедушке пифагору который нас учил о том что прямоугольном треугольнике сумма квадратов катетов равна квадрате гипотенузы а еще есть такие волшебные числа называются 345 3 это один катет 4 другой катет и 5 это гипотенуза 3 в квадрате 9 4 в квадрате 16 9 плюс 16 25 соответственно 5 в квадрате тоже 25 то есть 3 у нас один катет 4 другой катет и 5 это у нас гипотенуза сейчас мы таким образом обычной рулеткой проверим диагонали нам нужно проверить как минимум два основных угла которые будут на друг напротив друга вот сейчас будем проверять давайте ребят проверим вот этот угол на чтобы он был 90 градусов значит эльдар давай помоги мне так здесь отмечаем на 3 метра и здесь отмечаем 4 метра так что края рулетки вот на это место приложить то есть вот таким вот вот таким вот таким ребят размер получился у нас здесь 4993 это разница 7 миллиметров но в целом это тоже в рамках погрешности потому что у нас габариты здания тоже немножко плавают вот поэтому в целом принимается сейчас еще второй угол померяем пойдем на другую сторону так пять тысяч три миллиметра так вот здесь мы померили диагональ у нас получилось вместо пяти метров пять тысяч три миллиметра то есть разница в три миллиметра диагонали в целом нормально то есть хороший очень результат то есть мы сейчас проверили основные габариты здания диагонали здания теперь мы можем приступить к проверкам небольших размеров которые у нас остались то есть берем проект и меряем обычной рулеткой те размеры которые мы не проверили идем по порядку так метр да здесь ровно ну два миллиметра разница метр ты тысяча два да а есть там 800 900 получается вот здесь вот все нормально ну почти 5 миллиметров разница все есть так все значит габариты здания у нас так еще вот один последний мы давай померяем четко так и там давай тоже померяем пять тысяч пять тысяч пятнадцать давай вот там все так ребят мы проверили основные габариты здания диагонали все остальные размеры сейчас нам надо проверить высоту установки блоков первого ряда то есть они все должны быть плюс-минус одинаковые на одинаковой высоте стоит то есть погрешность должна быть там плюс-минус три миллиметра не больше для этого мы воспользуемся рационным лазерным нивелиру включаем так взяли нулевую отметку теперь пойдем проверять углы разница 2 миллиметра этот бог 2 миллиметра выше стоит 2 миллиметра так один миллиметр три миллиметра здесь три миллиметра мы проверили углы все в пределах погрешности плюс-минус три миллиметра сейчас нам надо проверить также высоту установки блоков середине накладки потому что ребята когда кладут по нитке часто нитка провисает и соответственно блоки вот так вот дугой они кладут поэтому сейчас мы проверим также середину кладки 3 миллиметра в середине 2 миллиметра то есть ребята по высоте блоки все выставили ровно молодцы дальше ну как бы это основное как бы требование да вообще перед началом проверки мы проверяем что под всеми блоками уложена гидроизоляция то есть принципе мы видим что под всеми блоками ребята положили гидроизоляцию то здесь проблем и вопросов к ним никаких нет еще важный момент который мы должны проверить это прямолинейной складки часто неопытные каменщики натягивают нитку и дальше блоки у них касаются этой нитки и кладка получается вот так вот горбом и это заметить крайне сложно потому что разомера делаются в основном углах это можно заметить только либо глазом либо приложив нитку так чтобы она не касалась и вот сейчас мы проверим как раз каждую сторону насколько она прямолинейно уложена смотрите ребят мы подложили здесь прокладку ну буквально три миллиметра и там тоже ты три миллиметра до взял и сейчас мы должны проверить прямолинейность кладки то есть везде мы должны пройти и так чтобы нитка у нас не касалась кладки зазор был в пределах вот этих там трех миллиметров ну там понятно что он не может немножко может разные быть там то есть два миллиметра где-то пять миллиметров но важно чтобы нитка нигде не касалась то есть тогда мы понимаем что кладка у нас сделано в одну линию ну вот этот блок немножко криво стоит но в целом не страшно да то есть в рамках погрешность смотрим да то есть везде есть у нас зазор то есть на этой стене у нас все ровно важно проверить нам остальные стороны потому что на разных стенах у нас работают разные каменщики то есть мы сейчас проверим остальные стены для того чтобы убедиться в том что все у нас хорошо мы проверили качество кладки первого ряда как выполнила бригада как с этим справилась справилась на оценку хорошо то есть есть к чему стремиться можно сделать идеально но идеальной работы руками ее редко встретишь к сожалению но в целом первый ряд на данном объекте принимается ребятам конечно устно сделаны кое-какие замечания для того чтобы в дальнейшем они старались сделать все поровнее немножко да но в целом то что здесь сделано это на оценку хорошо то есть мы это принимаем это соответствует всем нашим внутренним требованиям и требованиям сп и сейчас я хотел бы задать несколько вопросов бригадиру объекта бригадира зовут ильдар чтобы он нам рассказал вообще он первый раз работает с этим блоком как ему этот блок нравится не нравится какие отличия по сравнению с газобетоном и так далее ильдар но мы редко берем интервью у наших бригадиров с объектов вот но тем не менее так как ты хорошо владеешь русским языком ильдар у нас из киргизии вот расскажи как тебе вот ты первый раз с этим блоком работаешь в россии как тебе кладка этого блока то есть какие особенности может быть сложности возникли по сравнению с газобетоном по сравнению с другими материалами бери микрофон и общее целом у нас как бы нету трудности с этим смарт-блоком как бы мы делаем постараемся делать как бы четко и ровно чтобы со всех сторон чтобы больше замечаний у нас не было и смарт-блока конечно он такой я могу сказать про смарт-блока почему потому что как бы смарт-блок это все как бы прикрепиться друг друга без щели там без всякий как не так как газобетон это уникальный такой материал то есть продукт мне кажется с этим работать легче чем обычного отлично спасибо ильдар тебе за выступление да на самом деле блоки пилятся обычным алмазным диском для того чтобы пилить например газобетон необходимо либо аллигатор либо соответственно ручной пилой ребята пилит это долго вот ну и конечно же на каждом объекте у нас с газоблоком возникали такие проблемы как сколы у блоков то есть пока блок приедет пока его доставку произведут на объект разгрузку кладку часто происходят сколы и эти сколы конечно заказчикам не нравятся их надо будет замазывать и так далее вот потом конечно в силу особенностей кладки часто бывают вкладки вертикальные щели то есть мы не можем все щели идеально заполнить клеем особенно вот если какие-то подрезки остаются вот соответственно заказчики также нам подходят и предъявляют претензии вопросы по поводу того почему собственно не заполнены эти щели то есть где-то они просвечиваются на самом деле конечно в этом ничего страшного нет но тем не менее все равно неприятно здесь таких проблем абсолютно не будет потому что это фактически опалубка мы ее заливаем бетоном и после заливки бетоном никаких щелей вообще не будет то есть продуваемости кладки не будет кладка будет жесткая стена будет прочная надежные бетонные железобетонный будет дом ну и ребят многие наверное интересуются для чего собственно нужны вот эти выпуски арматуры из фундамента в смарт-блок и какую роль они выполняют в данной конструкции на самом деле по большому счету выпуске эти они особо не нужны то есть конечно они увеличивают жесткость сопряжения фундамента с со стеной то есть для чего эта жесткость может понадобиться как я уже говорил если здесь мы выкопаем яму под фундаментом чтобы стена сама держала фундамент от того чтобы он не провалился но это исключительно аварийная ситуация таких ситуаций практически в жизни не бывает фундаменты так работать не должны вот и фундамент фактически представляет себе лепешку на которую давят стены и вот эти вот стены они давят жестко стены жесткие они ставят давят на фундамент жестко поэтому в принципе вот этих вот выпусков их для обычных ситуаций работы не требуется но для чего все таки мы делаем дело в том что когда мы укладываем там пять шесть рядов блоков и потом начинаем заливать бетоном после заливки у нас образуется очень жесткий узел между фундаментом и стенами то есть вот эта стенка она уже не болтается туда-сюда и она уже жестко стоит закрепленный на плите таким образом если бы не было вот этой связки теоретически вот это вся трехметровая стена бывает три с половиной метра высота стены она могла бы завалиться у нас если у нее не было бы связки вода с другими стенами вот здесь такого не произойдет потому что вот этот узел сопряжение он позволяет обеспечить устойчивость стены на фундаменте именно поэтому делаются вот эти вот выпуске вот то есть понял да то есть горизонтальное армирование делаешь 1 5 9 13 ряд углы и т-образные перекрестки все перевязываешь каждый ряд восьмеркой рифленый вот такой вот не гладкая рифленый вертикальная арматура вертикальная арматура значит вертикальное армирование ты делаешь восьмеркой ты вставляешь прутки то есть один у тебя вот так другой так потом так потом так потом так так да то есть вот вот так да 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 зигзагом да сколько слов знаешь русских молодец приятно когда значит я уже по узбекски вы выучил слова тень соя у вас тоже стоя у вас тоже стоя я должна значит когда меряешь говоришь что в тени а он не понимаешь такой образ короче понял да то есть в принципе чем они длиннее будут тем лучше но тебе неудобно будет их класть поэтому делаешь как тебе удобно длину но потом обязательно надо будет сделать перевязку перевязка 32 сантиметра ну что ребят мы сегодня продуктивно поработали приняли первый ряд кладки у бригады ребята могут дальше продолжать спокойно кладку производить поэтому на этом мы заканчиваем спасибо всем кто досмотрел до конца подписывайтесь на наш канал на youtube канал на телеграм канал и ставьте обязательно лайки и пишите свои вопросы в комментариях не забывайте на все постараемся ответить все всем пока